Готово? Да. Я прошу тебя в энергоинформационном поле Земли найти тонкую эфирную энергетическую копию 1978 года, воплощенная на Земле. 1, 2, 3. Шла. Она выходит из своего биоробота. 1, 2, 3. Посмотри чисто. Пока не видно ничего. Хорошо. И поднимай тогда Наталью, бери ее в защитный костюм и поднимай ее в нашу комнату диагностики и будьте там. А здесь? Хорошо, мы приветствуем Наталью и интересуемся, готова ли Наталья к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Да, доверит. Хорошо. И Наталья заходит в скэнер, скэнер начинает сканировать сверху до низу, проявляя все присадки, все импланты, подключки и прочее, проявляя всех интерферентов, моментально выстраиваются каналы ответственные. На счет 3. 1, 2, 3. Скэнер начинает сканировать сверху до низу. Чисто. Молодец. Значит высокие вибрации держит. Хорошо. Да, она держит вибрации. И в гармонии она. Она в гармонии чувствуется. Хорошо. И я прошу, делаю запрос в энергоинформационном поле и прошу прийти к нам куратора или наставника учителя. Наталья, 1978 года, воплощенная на земле. Куратор или учитель, мы просим прийти к нам. А здесь мужчина. Снимается все маски и голограммы на счет 3, 1, 2, 3. Мы приветствуем учителя или куратора Натальи. С кем имеем честь? Зеланд. Зеланд. Уважаемый Зеланд, вы куратор. Мы приветствуем вас. Мы сегодня проводили чистку вашей подопечной Натальи. Мы делали это до этого. Сегодня у нас был контроль. И Наталья пожелала задать пару вопросов своему куратору. Она никогда не имела возможности с ним общаться. И я думаю, у нас сейчас появилась такая возможность. Это будет и вам интересно и Наталья. Готовы ли вы ответить на пару вопросов? Да, готова. Отлично. Хорошо. Первый наш вопрос стандартный. Какая, Наталья, душа? Космическая или земная? Космическая. Космическая. Хорошо. С какого созвездия она? Аист. Созвездие Аист. Хорошо. Что это за такое? Я даже не знаю. Хорошо. Следующий вопрос. Не могли бы вы рассказать о ее космическом, о ее воплощениях на Земле? Например, ее самая интересная жизнь, которая была? Ну или, скажем, последняя? Как по вашему желанию? Как вы хотите? Было бы интересно ей наверняка узнать, кем она была? Когда жила? В какой стране? Какие годы? Значит, это… Это какой-то… он мне показывает, как фестиваль, какой-то вина. Страна какая? И какой год? Страна и год. Оно идет Рим. Италия. Это Римская империя. Хорошо. Какие года? Да. Ну вот сейчас он мне показывает… Знаешь, что это… Как их называют? Гладиаторы. Я вижу арену гладиаторов. На трибунах. И вот в этой ложе, где сидят правители… Да ты что? Да. Да. Но она как приглашенный гость туда… То есть, она относилась к какому-то знатному роду. Да. Получая информацию, была приглашена туда. У нее из богатой семьи она… Я вижу… Такое голубое платье у нее… Да, фильм идет, да. Я вижу сейчас. Очень интересно, очень интересно. Благодарю вас, уважаемый Зеланд. А последнее воплощение, когда происходило у Натальи? На земле. Он показывает войну. Войну 45-го года, которая… Вторую… Вторую Великую Отечественную войну показывает он. Угу. И он показывает, что она ребенок. Четырехлетний. И сколько она прожила на земле тогда? Она умерла. Она умерла, поэтому… Она так быстро воплотилась. От голода. Она в Белоруссии жила. Да, очень тяжелая, конечно. Судьба, я понимаю, поэтому именно так быстро она и переродилась. Потому что вот мы имеем, когда делал дела с нашими клиентами, самое раннее, когда мы видим, человек воплощается, это где-то 150, 100 лет, 200 лет. Вот так вот идет. И даже больше. А тот человек воплотился очень быстро после этого. Я понимаю, что это скорее всего была ранняя смерть. Поэтому какие-то вещи она должна там, в общем-то, ей зачли, я так понял. Он говорит, что она получила колоссальный опыт души за эту короткую жизнь. Но он говорит, что у нее развитая душа. Поэтому она может балансировать и держать эти вибрации в гармонии. И у нее очень хорошо получается это. Хорошо. Уважаемый Зелан, сколько кармических узлов у нее в этой жизни? Сколько ей еще осталось? У нее пять. Остался один. Четыре прошла. Молодец. На правильном ли она сейчас находится пути развития? Делает ли она все правильно? Или есть какие-то пожелания на какие-то моменты обратить внимание в ее жизни? Значит, он говорит, что у нас ума. То есть информация ей приходит вовремя. И она реагирует на нее, она ее видит. То есть до нее легко достучаться вот в этом плане. Самый важный вопрос совсем, конечно, забыл. С какого уровня? На каком уровне находится высшее Я, Наталья, сейчас? С какого уровня она пришла? На четырнадцатом. Есть ли какие-нибудь способности, не раскрытые еще у Натальи, которую она могла бы раскрыть или поработать в этом направлении? Что бы у нее хорошо получилось, скажем так? Я знаю, что ни один куратор, ни один учитель не будет вмешиваться в выбор ученика своего или подопечного. Но вы можете сказать, какие еще она аспекты могла бы в своей жизни рассмотреть, что бы у нее хорошо еще получилось? Он говорит, что я могу сказать только о том, что она кропотливая очень. ответственная к деталям. И у нее как арт развит. То есть она созидает, когда что-то делает. Четырнадцатый уровень – это и есть созидательный уровень. Это как раз, по-моему, исследователи или люди, которые действительно приносят какие-то изменения, изобретают что-то новое или воплощают что-то новое. Поэтому все направления, которые будут приносить этот покой и созидание, она оселит. Уважаемый Сделан, у меня больше нет вопросов. Я просто очень приятно удивлен, что вы так приятно и хорошо отзываетесь от своей подопечной. Мы очень многих кураторов уже видели. Многие довольны, многие даже не совсем довольны, скажем так, выбором или течением жизни. Но я вижу, в этом отношении у вас все в порядке. Вы своей подопечной вполне довольны и доверяете ей ее развитие. То есть она идет по правильному пути. Он говорит, что у нее даже кармические узлы и то больше позитивные. Класс. Такого я еще не слышал, что бывают позитивные кармические узлы. Мы только негативные пока видели. Потому что она их переживает. Понятно. Уважаемый Сделан, хотели бы вы что-нибудь ей лично передать сейчас? Это был бы очень хороший момент сейчас. Вы можете озвучить вслух. Тогда она это услышит. Вы можете сказать тонкой копии. Тогда она, скорее всего, поймет на каком-то астральном плане. Он говорит, что я думаю, что я уже передал. И она поймет. Он имеет в виду, что он обращает внимание на знаки и будет дальше обращать. То есть, когда он говорил, что до нее легко достучаться, он имел в виду себя. Я понял. Хорошо. Уважаемый Сделан, я думаю, Наталья наверняка захочет с вами связаться. Она это может сделать в медитации. Теперь она наконец уже знает ваше имя и сможет вас по имени вызвать. Вы, безусловно, это услышите, я так думаю, да? Конечно. Мы закончили. Мы не смеем вас больше задерживать, но у нас есть такая традиция. Мы каждому куратору, каждому учителю, который приходит к нам в комнату диагностики, делаем подарок. Мы хотели бы вам преподнести сейчас подарок. Любой, который вы можете себе пожелать, который нам известен на земле. Мы это все можем для вас материализировать. Вы можете это забрать с собой. Арбуз. Так. Самый вкусный где у нас находится? По-моему, в Узбекистане, да? Там, где больше всего солнце. Давай сделаем и так. Мы сейчас сделаем корзинку. Там будут узбекские. Узбекские арбузы и узбекские дыни. На счет три. Один, два, три. Материализуется в твоих руках. Это самый душистый. Да, какой запах. Вот. Нам очень приятно, что вам понравилось. Берите, пожалуйста. Это все ваше. Благодарит. Хорошо. Мы благодарим Зеланда за то, что он пришел. Посылаем нашу энергию благодарности. И будем возвращать тогда тонкую копию Натальи в ее. Он благодарит за знакомство. Нам очень тоже было приятно. Мы благодарим его. Он очень рад, что Наталья позвала его. Да. 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 Мы тоже очень рады. И нам это вдвойне приятно. Потому что мы являемся теми проводниками, которые знакомят кураторов и учителей с их подопечными, если они сами не в состоянии пока. Хорошо, уважаемый Зеланд. Благодарим вас еще раз. Всего наилучшего вам. Мы прощаемся. Нам подарил любовь и поблагодарил Мишоу. Благодарим. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Натальи. Систему Биоробот Душа заводим. Подключаем ее к каждому внутреннему органу, каждой клеточке и извилинке головного мозга. Идет стопроцентная синхронизация вибраций энергии между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и перемещайся в комнату диагностики. Я здесь. Так, у нас сейчас остался дом Натальи. Ты готова? Да. Хорошо. И я прошу тебя в энергоинформационном поле Земли найти дом на 1978 года, воплощенный на Земле. Один, два, три. Ты становишься перед входной дверью. Да, я здесь. Хорошо, Вера. Давай поднимись сейчас над домом и просканируем его. План дома ты видела. Поднимайся наверх. Один, два, три. Бери наш скэнер плеяд. И сканируй полностью весь дом. Все чужеродное проявляется. Начинает мигать ярко, красным цветом. Ты видишь их четко и ясно. У нее в крыше космические. И внизу есть комната. В комнате, в нижней справа есть. Большая комната, зал на первом этаже или на втором? На первом этаже справа комнате красное что-то. Хорошо, давай заходим тогда сейчас. Мы возьмем тогда, давай, наверное, весь дом сразу, да? У нее есть красные точки. Вот, если я сверху скодирую, я их вижу. А, их много. Отлично, хорошо. И я даю команду по всему периметру дома. Плюс два метра влево, вправо, вверх, вниз, в землю. Устанавливается лазерная клетка. Притягивает все порталы, невидимые и видимые. Все притягивает всех интерферентов, находящихся в этой комнате. Один, два, три. Силы моего намерения. Да будет так. Атаки есть. Спусти меня туда. И Вера спускается назад. Один, два, три. Заходит дом. Так, у нас есть... Кто это? Арахтоид. В крыше. Так, дальше. И все сущности, находящиеся сейчас в клетке, разбиваются на отдельные секторальные клетки. Каждая сущность на своей частоте находится в своей клетке. Их четко и ясно видишь, как и все каналы. Каналы проявляются ярко-красным цветом. Один, два, три. Давай. Ну, есть у нас здесь... Снимаются все маски и голограммы, все представлены в первозданном виде. Песет. Так, у нас три воронки. Три воронки. Подожди, у нас Джин. О! Да, она говорит, я все... Считай уровень. Я все желания исполнил. Отпусти. Чьи желания ты исполнил, Джин? Он говорит, хозяев. Что только не хотели, они все исполняли. А каких хозяев ты исполняла желания? Тут много в этом доме хозяева жили. Ты о каких говоришь? О последних. Последние с тобой общались? Я не уверен, Джин. Это позитивные люди. Кто тебя мог споймать? Именно. Он говорит, что они разговаривали, я слышал, исполнял. Так он жил здесь. Джин, ну что ты мне за истории рассказываешь? Ты знаешь, сколько мы Джинов уже видели в своей жизни? У нас самый высокий Джин был 3080 уровня. Считай цифры над его головой. Один, два, три. Тысяча пятьдесят два. Тысяча пятьдесят два. Ну, видишь, он в три раза был старше тебя. Практически, Джин. И мы общались с ним, он нам все рассказывал. Вернее, мы общались с ним, мы знаем о всех желаниях. Ты, пытаясь меня сейчас обмануть здесь, я тебе не рекомендую, потому что я не для этого здесь. А, судьба Джина тяжела. Конечно, тяжела. Особенно, когда она лежит в руках таких, как мы. Вот. У меня лично против тебя ничего нет, будет пара вопросов, а потом ответишь на них. Так, ладно, хорошо. У нас Бес, у нас три воронки, у нас Джин. Кто еще у нас? Арахноид. Арахноид у нас, да, наверху. Хорошо. Больше никого? В клетке никого. Под воронками, которые там в клетке открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три, они улетают в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. И, Бес, я обращаюсь к тебе, считай цифры над головой 1, 2, 3. Это бес или черт? А, 8. Так, Бес, как ты сюда попал? С воронки. Из воронки, хорошо. Хорошую отмазку придумал. Хорошо. И с той, которую мы уничтожили, конечно, да? С животными он играл, бегал по дому. А, там есть животные. А как ты к животным подцепился? Он не подцепился, он с ними играл. Это то, что называют играть, это мучить животных. Он им делал больно, он их пугал, и это для него была игра. Правильно, Бес? Говорит, мы втроем играли. Он говорит, что весело было всем. Никому не было весело, кроме тебя. Мы знаем, как бесы животных могут мучить и не давать им спать на своих местах. Я тебя сейчас начну наказывать, если ты не начнешь отвечать на мои вопросы. Ты знаешь, каких демонов мы ставили на колени? Говорит, а в чем ты меня обвиняешь? Я тебя обвиняю? Посмотри, как они спят на диванах. Ты что? И я тоже спал рядом. А кто тебя приглашал в этот дом? Кто ж, говорит, нас приглашает? Так, короче, Бес, ты мне надоел. Три удара копьем на чистоте Беса. Один, два, три. Пошли удары. Ты пообщаться хочешь? Ты со мной поговори сейчас долго. Ты несправедливый. За что ты меня бьешь? Я ответил на все твои вопросы. Ты мне отвечаешь абстрактно на мои вопросы. Ты отвечаешь мне не так, как я хочу слышать твои ответы. Ты должен мне сказать, что ты приходил мучить собаку, животных. Ты приходил кошку мучить. Ты приходил людей мучить. Ты устанавливаешь какие-то западни в комнате, раскидываешь какие-то вещи, где возникают скандалы, где возникают негативные вибрации. Вот твоя работа. Я тебя лучше знаю, чем ты сам. И ты называешь меня несправедливым? Ты, в принципе, еще не по рангу вообще разговариваешь. Я разговариваю с 68-герцовыми демонами. И передо мной стоит бесяра восьмого уровня, который мне пытается по ушам проехать. Ну ладно, ладно, давай договариваться. Мне с тобой не о чем договариваться. Ты будешь только выполнять то, что я тебе говорю. Что ты в этой комнате оставил, где находится, я тебя спрашиваю. Покажу. Хорошо. Давай, иди показывай. И снимай все, что ты оставил в этой комнате. Я буду проводить проверку. Есть своим скэнером. У меня специальный скэнер. Если я что-то найду, которое притянет, выставит канал к тебе, я тебя накажу более серьезно, чем ты себе можешь представить. Он из угла где-то вытаскивает. Бес мне будет о справедливости рассказывать. Вера, ты такое слышал? Он принес. Все забрал. Над ним устанавливается зеленый и красный маячок. Если он все забрал, загорается зеленый. Если что-то осталось красное, один, два, три. Если собрал красный цвет. Он убежал. Убежал? Сейчас все, говорит, собрал. Хорошо. Все точно собрал? Зеленый. Зеленый. Хорошо. Так, Бес, я тебе запрещаю больше приходить в эту квартиру, к этим животным. Я буду тебя регулярно проверять, я буду сюда приходить. Если я тебя здесь второй раз обнаружу, я тебя буду наказывать очень серьезно. Найди себе новое место, и там и живи. Да, он понял, говорит, скучно, ибо из меня будет. Что поделать? И открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Беса, один, два, три. И он уходит, забирает все, что с собой оставил, все, что раскидал в квартире, все уходит за ним в воронку. На его частоту закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Переходим к арахноиду. Арахноид, как давно ты находишься в этой комнате? В этом доме? Четыре месяца. Четыре месяца. Что ты установил в этой квартире? Где находятся твои яйца? Где находятся присадки, все, что ты оставил? Под крышей. Хорошо. И сейчас побежал туда и вытащил все, что ты оставил. После этого я буду проводить проверку сканером. Ты видел, что случилось с чертом. Поэтому я не рекомендую тебя меня обманывать. На счет три. Побежал туда и забрал все, что ты оставил. Один, два, три. Вот тут роддомик. Наплел он. Все. Каких-то сетей здесь. Все сети, все паутины. Я все знаю, что он это делает. Все инкубаторы, если таковые есть. Все найдем. Да, принес. Хорошо. И, Вера, включай сканер на весь дом. Один, два, три. Сканер начинает работать. Ярко-красным загорается. Если что-то еще осталось на частоте арахноида в этом доме. Один, два, три. Нет, он забрал все. Хорошо, арахноид. Ты выполнил мою просьбу. У меня нет к тебе претензий. Я тебя прошу больше никогда не приходить в этот дом. Мы будем его проверять. Если я тебя обнаружу повторно, я тебя накажу. Ты это понял? Да, он понял. Хорошо. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. Один, два, три. Арахноид уходит на свою частоту и забывает дорогу назад. Готово. Хорошо. Так, у нас остался Джин там, да? Джин остался. Джин, как тебя зовут? Как к тебе обращаться? У тебя имя есть? Холин. Холин или Колин? Колин. Колин, пообщаемся? Расскажи о себе. Где ты? Когда родился? Где жил? В каких странах? Только рассказывай мне правду. У меня аллергия на ложь. Я от тебя ничего не хочу. Я тебя сегодня отпущу. Но я тебе обещаю, ничего с тобой не случится, если ты мне на все вопросы ответишь. Хожу по странам. Ничего интересного. То там, то там. Жара. Жара, действительно, да. А где ты вообще, самая лучшая твоя жизнь где была? Где тебе нравилось? На востоке. На востоке. Ну, ты же с востока-то практически, да? А у тебя там бутылка или у тебя там сосуд или как-то у тебя там что-то? Где находится? У тебя же он, да? У меня, да. Ну, понятно. Я ни в коем случае не претендую на него, так что не беспокойся. У меня нет к тебе ни просм, ни желаний, ничего. Скажи, а как получается, как куда отнести к джинам, если вот посмотреть и поставить, например, демона, сукуба, инкуба, джина? Где ваше место в этой очереди, в этом списке? Он вот руками отмахивается и говорит, ты что, ты что сравнил? С кем ты меня сравниваешь? Мы желания исполняем. Ну, понятно, но где ты родился? Какая у тебя частота вибраций сейчас? Двенадцати. Двенадцати герцовый, видишь? Двенадцати герц – это частота демона. Не обязательно. Согласен. Бывают разные. Согласен. Хорошо. Расскажи мне одну единственную вещь, меня интересует. Много людей мечтает споймать джина, загадать ему три желания и так далее. У нас ты, по-моему, уже пятый или седьмой джин. У нас никогда не возникало желания, но объясни просто другим людям, если они пожелают тебе желания, если вот они тебя споймают, что их за это ожидает? Какая цена этому контракту? Расскажи правду, пожалуйста, Колин. В свою пользу буду. Ты будешь с них, получается, потом свою пользу. В свою пользу буду ситуацию выкручивать. Ну, тут ты, наверняка, мастер, я полагаю. Ты можешь любому… После того, как желание исполни. И насколько тогда они становятся твоими уже тогда? Ну, я сказал бы, рабами. После исполнения желания? Да. Полностью мои. Скажи, пожалуйста, расскажи мне один единственный случай из твоей личной жизни, когда тебя кто-то споймал, когда это было, что он пожелал и что из этой истории потом в конце случилось? Колин, я тебя очень прошу. Это мой самый последний вопрос. Скажу, не поверишь. Говорит, что люди перестали верить в чудеса. Было дело, ребенок нашел меня. Когда это было? И в какой стране, если помнишь? В пустыне показывают. В пустыне нашел твою бутылку с тобой, да? Сосуд. Сосуд, хорошо. И этот сосуд он принес домой. И что дальше произошло? Забрали у него взрослые. Он мне, знаешь, какой-то караван показывает. Я вижу его сейчас, да? Продали. Продали. Понятно. Так и путешествую по странам. Даже не поняли, что сосуд живой. Ой, вот это класс, вот это класс. Хорошо, так практически ты никому желание не исполнял за свою долгую жизнь. Так получается. Так получается. Хорошо, видишь. Я не хочу нарушать, уважаемый Колин, эту традицию. Я тоже ничего не желаю. Я тебя отпускаю. Он говорит, ты думаешь, так легко завладать человеком. Честно говоря, ты знаешь, я тебе скажу, что да. Я вот каждый день этим занимаюсь. И мы вытащили, ну если где-то около 400-500, наверное, уже интерферентов, если так посчитать, различных. И да, это очень легко. Человек несовершенный. Человек опускается вибрации. Человек может начать кричать. Человек может поменять свой настроение. Он говорит, что нам намного сложнее, потому что человек должен попросить нас. В этом отношении я согласен. Конечно, да. И для этого он должен еще понимать, что у него в руках. И он еще должен как-то уметь коммуницировать. Ты ему как проявляешься? Ты ему востралишь? Он говорит, что мы все делаем для того, чтобы человек нас попросил исполнить желание. Скажи, а вот ни одного примера нет, вот хотя бы троих желаний, может тебе знакомых других джинов. Если у тебя в такой биографии не было, чтобы ты исполнял всем три желания. Ну хотя бы один. Я знаю, вы любите рассказывать истории из своих жизней. Расскажи мне одну историю, которая действительно произошла. Не выдумку. И которая желательно в ближайшие годы, в которые мы живем. Не тысячи лет назад, а именно сейчас. Как это сейчас работает? Сейчас все все хотят увеличить, помимо денег. Просят увеличить органы. Как мужчины, так и женщины. Вот тебе смешно, а нам нет. Я понимаю, но это же просто дебильность. Это же просто за это и попасть потом в контракт на тысячи лет с Джином подписать за увеличение каких-то органов, которые... Ну это просто смешно. Наверное, черти бы смеялись уже, реально. Хорошо. А вот скажи, есть ли вопрос денег, скажем, если кто-то пожелает тебе миллион, каких-то там десять, сто миллионов, как ты это в состоянии сделать? У тебя же своих денег нет. Ты же будешь откуда-то их привлекать, правильно, или как? Как это функционирует? Прострою план. Повлияй на других людей. Сделаю так, чтобы ситуация сыграла в его сторону. Все, Колин, я закончил, у меня вопросов нет. Я тебя прошу просто... Я тебя отпускаю сейчас. Куда тебя отправить? На твою чистоту или куда-то ты хочешь? Да. Пожалуйста, больше не приходи в это место, в этот дом, потому что я его буду контролировать. И ты знаешь, я смогу найти тебя, и найди себе другое жилье, куда я не прихожу. Хорошо? Понял. Хорошо. Я с тобой прощаюсь, и открывается внизу портал на чистоте Джина Колина. Один, два, три. Джин уходит на свою чистоту. Ушел. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо, Верочка, у нас клетка пустая, да? Да. И открываем под клеткой портал в галактическое ядро. Один, два, три. Она вносится в галактическое ядро на переработку в чистую энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. И насчет три ядро и команды, если осталась в этом доме какая-то негативная энергетика, то в том месте, где ты стоишь, она начинает перед тобой формироваться в черный шар. Со всех комнат, со всех этажей слетается негативная энергетика, которая есть, закручивается в черный шар, начинает формироваться, крутиться. Энергия скандалов, энергия ссор. Ну, есть небольшой негатив. Отлично. И открывается портал в галактическое ядро. Этот шарик уходит в галактическое ядро на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Больше переживаний. Готово. Хорошо. И мы закончили, Вера, и отключаемся от квартиры. Переноси себя ко входу. Один, два, три. И насчет три. Переноси свою комнату диагностики. Будь в ней. Один, два, три. Да, я здесь.